Дневник финского туриста, который попал в Россию на новогодние праздники. 30 декабря я ехал в Россию на русском поезде. Окно в купе было слишком грязным. Я сказал об этом проводнице. Она принесла мне тряпку. 31 декабря мы провожали старый год. Я выпил вместе со всеми так, что забыл первую часть фамилии. 1 января встречали Новый год. Я выпил вместе со всеми так, что полностью забыл фамилию. Поскольку 3 января в России тоже выходной день, я выпил со всеми так, что мне стало плохо. И мне вызвали скорую. 4 января приехала скорая. Вместе со скорой мы выпили так, что 5 и 6 января я не помню. 7 выпили за Рождество. 8 утром поехали кодировать от пьянства деверя сестры Василия. 8 вечером начали это дело отмечать. Особенно Василий, который говорил, что пьет только для аппетита. Кстати, только в России для аппетита пьют так, что на еду потом вообще 3 дня смотреть не могут. За эти праздничные дни я выяснил, какая мера выпивки в России является самой страшной. Она называется грамулка. Поскольку иногда доходит до нескольких литров. Новый год в России празднуют до 13 января. А 13 празднуют старый Новый год. Я ничего не понял, но выпил вместе со всеми. 14 утром мы поехали на рыбалку с русскими мужчинами. Кстати, только в России ездить на рыбалку без удочек считается нормальным. Я съездил, понравилось. Там на рыбалке я спросил рыбака Игоря, а твой брат Валера тоже рыбак? Он говорит, нет, он по бабам вообще не ходок. 15 января мы поехали на природу, на шашлыки в деревню. Ехали на электричке 4,5 часа стоя, потому что все места были заняты. Кстати, только в России за место в электричке дряхлая бабулька насмерть может забить двух десантников своей неподъемной сумочкой на колесах. Со словами, я всегда здесь сидю. 16 января я решил от всех отдохнуть и поехать к своему коллеге в Тверь. Поскольку справочная на автовокзале не работала, я задал все интересующие меня вопросы водителю рейсового автобуса до Твери, который в это время ремонтировал сигнал поворотника при помощи молотка и зубильника. Я задал им все важные вопросы. Сколько часов ехать до Твери? Сколько будет остановок? Есть ли биотуалет в салоне? Есть ли кондиционер в салоне? Оборудованы ли остановки пунктами горячего питания? Можно ли там почитать свежую прессу? А также можно ли поработать на компьютере в режиме Wi-Fi? Я очень удивился, что на такое количество вопросов он ответил всего тремя словами. 18-го мне устроили отвальную. Я отвалился так, что мне в три раза меняли обратные билеты. За это время я в России приобрел очень много новых друзей. Кстати, если вы думаете, что в этом помогает спиртное, вы очень ошибаетесь. Если вы живете в России и потеряли связь с друзьями и родственниками, купите дом на юге на Черном море. И в первое же лето найдутся все ваши друзья и родственники, и даже дальние родственники ваших друзей. И отдыхайте вместе с ними, и отдыхайте. Отдыхайте по полной программе. И не важно, какой сегодня праздник на календаре. С праздником вас! С праздником жизни! С праздником жизни!